Здравствуйте, дорогие наши друзья! Снова у вас в гостях наша программа «Анекдоты от А до Я» от Валерия Астахова и Владимира Емненко. Подписывайтесь, подписывайте своих друзей, родственников, знакомых, и тогда все будем смеяться и радоваться жизни. Я подарю тебе ночь, которую ты никогда не забудешь. Говорила своему любимому девушка «Доедая гороховый суп». Колян, что задумался? Ты понимаешь, никак не могу определиться, чего мне больше сейчас хочется. То ли того, что разрушает печень, то ли того, что подрывает здоровье, то ли то, что вызывает зависимость, то ли то, что подрывает моральные устои и разрушает семью. Вот как выбрать? Друзья, объясните мне, пожалуйста, газ, нефть, это же все принадлежит народу, правильно? Понятно, да. Но почему народ сам себе продает что газ, что нефть, за такие большие деньги не понимаю. Ну, привет, сынок. Папа, ты же выходил за сигаретами пять лет назад. Бля, точно сигареты. Сейчас вернусь. Циля, я хочу у тебя, циля. Ой, Фима, а как ты меня хочешь? Ой, циля, внутримышечно. Уважаемый провайдер, очень вас прошу, отключите мне интернет. Ну, я хочу перед Паской убрать елку, помогите. Ну, сложно сказать. Она, знаете, была такая девушка, ну, на любителя, можно сказать. Такие, знаете, белые глаза, карие зубы, пышные ноги, такая длинная грудь. Пришли, муж с женой в ресторан, он ее спрашивает, Настя, звался, что тебе заказать? Ну, Виталик, ну, ну, ты же знаешь, что я люблю? Знаю, конечно, знаю, но кушать тоже надо. Фима, а вот ты можешь хоть раз мне вот сказать честно? Шо? Вот скажи честно только, ты же не изменяешь? А кому мне еще изменять? Жена говорит мужу, Коль, ну, ты посмотри, что пишут в этом интернете. Чего там? Ну, представляешь, мужик днем познакомился с женщиной, вечером на ней женился, а на следующее утро убил ее. Ну, так а чего ж ты хочешь? Утро вечера мудренее. Шеф вызывает свою секретаршу, говорит, вы позвонили моей жене? Она говорит, да, позвонила. Ну, и что? Сказали, что я задерживаюсь на работе? Да, сказала. И что она ответила? Она сказала, это точно? Я могу рассчитывать? СМЕХ Алло, это зоомагазин? Вы знаете, я вчера у вас купил морскую свинку. Она немножко поплавала в бассейне, а потом лягла на дно и уснула. Скажите, а чем ее кормить, когда она проснется, а? Муж приходит домой, смотрит, дома никого нету. Он, Света, Свет, нигде нету. Он заходит на кухню, смотрит записка, берет, читает. Пошла туда, куда ты меня послал. Делаю то, как ты меня назвал. И что я раньше тебя не слушалась? Танька, откуда у тебя синяк такой? А, это мы вчера с Ленкой с дня рождения подруги возвращались поздно ночью. И уже, представляешь, подходим к ее дому, и тут из темноты на нас выходит мужик в одних трусах. И нам так закурить не найдется. Но я сразу поняла, в чем дело. Я ему с ноги по яйцам как дала, он нагнулся, я ему еще и в морду. Ну, ты боец. А синяк-то откуда? А, нет, это мне Ленка уже зарядила. Это же ее батя был, покурить вышел. Папы, папы, слушай, мне сегодня такой сон проснился. Представляешь, ты мне дал пять тысяч рублей. Ой, оставай их себе, сынок. Вы знаете, Татьяна, я больше не ваш инструктор. Я официально отказался учить вас ездить. А чего? Я боюсь. Ну, это вы преувеличиваете. Я же всего один раз не пропустила человека на переходе. В подземном, Татьяна, в подземном переходе. Друзья, интересный факт. Это и я, это мой друг мне подсказал. Вот смотрите, Чебурашка и Крокодил Гена было написано это произведение в 1966 году. В это время Советский Союз получал апельсины только из Израиля. А Чебурашка к нам прибыл в ящики с апельсинами. Вы понимаете, откуда уши растут? А еще тот факт, когда Чебурашка обращается к Гене, говорит, Гена, Гена, давай я возьму чемоданы, а ты понесешь меня. Как вам? Вот ты знаешь, Катя, общаюсь с тобой и прихожу к одному единственному выводу. Женщина, она как цветок. Вот ты ухаживаешь, все делаешь для того, чтобы она расцвела. А она и распускается. Ой, Коля, а вы, мужики, как первый снег. В смысле? Никогда не знаешь, когда придет, сколько будет сантиметров и долго ли продержится. Вот. Я прошу прощения, Монша, а скажите, вы русский? Ой, не, уже три года как немецкий. Ночь, постель, он и она, она ему, дорогой, а скажи мне что-нибудь ласковое. Ну, ты светочей моих. А посущественнее? Посущественнее? Ты тьма кошелька моего. Ну, а на сегодня все. Еще раз напоминаю вам о подписке. Нажимайте на колокольчик. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok